Всем привет, с вами The Station, Андрей, Даня. С вами очередной выпуск новостей. Недельные новости за прошедшую неделю, с первого, там, со второго сентября по сегодня. Новостей на этой неделе было не очень так, чтобы много. Под конец немножко поддала жару ГВ, но в целом ничего неожиданного не случилось. Ну да. В общем, начнем по порядку. Значит, начало недели были старые еще такие, как бы так сказать, старые должки такие от ГВ. Во-первых, показали на Open Day, который опять же случился совершенно внезапно на награде Golden Demon в Nottingham, буквально в первых числах, по-моему, 3-го сентября. Во время награждения был открыт стенд с моделями ГВ, которые они показывали на предыдущих трех фестивалях, в Open Day. Там были новые, собственно говоря, модели, вот эти новые Orchi, минчики, багги. Показали вот эту систему с боссом, с кляшней наверху, который раньше никто не видел, по сути. Deathkiller Track, который, да, вживую она выглядит, конечно, симпатично. Также показали вживую новинки от Farge, плодов, показали обоих преторов, уже покрашенный полностью, претор с новыми альтернативными головами для плодов. И показали, наконец-то, наемников для Некромунды и показали крокодильчика для Галиафа. В кое-то веки. Я уж собрался делать его, как этого, как, не знаю, к нему нет. Дать ему Галиафу шляпу, короче, рядом с ним крокодильчик бегает. Да, или можно есть киндер-сюрпризов. Знаешь, если помнишь, старые были такие. А, да-да-да. Конверсия года просто. Да-да-да. С этим поехать потом на Golden Demon взять первое место. Почему бы нет? И покрашены заодно, кстати, уже сразу. Некромунды для ленивых и маленьких. Да. Вот, но к Некромунде для ленивых и маленьких мы еще вернемся. Далее, на неделе проходили Faction Focus и Rock Trader. Опять же, про Rock Trader относительно мы уже все знаем, поскольку в субботу был уже полный слив, собственно говоря, всех правил, прошли все анбоксинги, все начинку уже все посмотрели, все кому-то надо было, уже узнали. Мы об этом, опять же, расскажем чуть-чуть попозже. Сейчас такие основные новости, которые были на неделе. Также, помимо Faction Focus'ов Kill Team'а, который мы обозревали всю неделю, был слив, случился сентябрьского номера Байтдворфа. Опять же, к сожалению, там ничего какого-то экстраординарного. Да, чего-то нового не было. Посмотрели только на даты релизов некоторых вещей, типа нового рыцаря, его цены. Удостоверились, что да, Kill Team'а, но опять же, Kill Team'а он вот уже вот на этой неделе выходит, поэтому смысла в этом Байтдворфе прям вот очень мало. И про Байтдворфа я тоже скажу позже, чуть похоже. К слову о Байтдворфах, вам, видимо, если вы любите Некрамунду и покупаете Байтдворф чисто для нее, то вам можно выбросить один из выпусков, потому что уже выпустили правила, обновленные для Хаоса, которые раньше выходили только в Байтдворфе. Ну, изменений там не сильно то, чтобы много. В связи с выходом 4-го Гангора у нас добавились правила на Псайкеров, они до этого переделали геностилеров, как раз под правила Псайкеров, расписали им все их виртпауэры и прочее-прочее, и сделали то же самое для Хаоса. Ну и вот, ну там 4 заклинания, если вы играете Некрамунду, вы уже наверняка их все прочитали. Ну, в целом, банда стала, как мне кажется, интереснее, и вообще вся эта механика с Псайкерами, но жадная Форджа хочет, чтобы мы ждали до 5-го Гангора, в котором она распишет, как мы можем наших уже создавать, а не играть премейдом. Ну, или они уже, наконец-то, сделают свою отдельную книгу, большую, где они объединят уже все эти Гангворы, которые выходят каждый раз потихонечку, там, час, по чайной ложке. Это, конечно, очень неудобно. Вот. Ну, ладно, чего уж тут тянуть так кота за яйца, переходим к интересным, соответственно, релизам этой недели было, значит, Форжа, собственно говоря, далеко от нее не отходим. Апгрейд паки на Вансаров. Ну, да, апгрейд паки на Вансаров ничем почти не отличается от предыдущих апгрейд паков, но здесь вам положат побольше энергетических щитов, что, в принципе, интересно. Ну, и дали такие конверсии для ленивых, то есть нам дали сложенную дубинку, их шокстав, и заменили вам Роткэнон на мультимельту, и все такое. Очень довольно косметические штуки, которые, ну, несложно сделать самому. Ну, они, как бы, не приносят вашу игру и команду чего-то, вот, кроме кастомизации, условно. Ну, да. Вот, поэтому, ну, так себе. Тем более, сейчас цены на Форжу еще повысились, и что-то как-то это совсем умного смотрится. Форжа, как всегда, в своем стиле, у нее сейчас такой период, какой-то непоняток, видимо, переезд и все такое, видимо, это накладывается. Да, мы, конечно, ждем все апгрейд-платы, например, на Кодоров, которые обещают быть поинтереснее. Ну, да, потому что как раз Кодор, про косметику, это будет очень здорово. Я вот не умею лепить огонечки на свечечке. На свечечке. Да, это, конечно, да, действительно, нетривиальная задача. Вот, собственно, Форжа на этой неделе так себе, ГВ, ГВ на этой неделе, вот, собственно, возвращаемся к Kill Team Rock Trader, выпустила коробку, вы, я думаю, уже на сайте полистали все это дело, повертели в 360 все эти чудесные миннички. Из красного пластика. Да, собственно, в коробке находятся две команды, значит, одна это Rock Trader, вторая это Гиллер Покси, Гиллер Покси зеленые, команда Kill Team красная. И опять, что мы видим? Когда вышел Kill Team, там прямо было написано, что эта игра рассчитана на 3D terrain, то есть, как таковой зону Морталис, ну, использование зону Морталис, там не предусматривалось. А тут выходит, это коробка Kill Team с Rock Trader, и мы видим, как в Некрамунде, только наоборот, если в Некрамунде нас проводали 2D terrain, вот эти плашечки, которые шли в стартере и потом вышли отдельным набором, то здесь, ровным счётом, наоборот. Да, странно, почему такое выполнили, хотя, по-моему, насколько я помню, вот эти как раз переборки, люки, шлюзы, они вам подходят друг к другу по размеру, поэтому, вот, я думаю, опять же, да, как ты уже сказал, все уже посмотрели, все анбоксинги, кому надо было, посмотрел. Набор, конечно, получается довольно дорогим, там, по-моему, около 80 фунтов за коробку, это что-то типа 105 евро, по-моему, да, или со 120-130 долларов, что в итоге на наши деревянные получается в районе там 7-8 тысяч рублей. Как стартерс-ракета. Да, при этом миник там, ну, значительно меньше, да, то есть всего 33 игровые модели и ещё немножечко, ну, террейны, да, вот эти переборки, всякие вот эти стульчики, дисплеи, вот, и получается, что как-то, может быть, правила там какие-то новые интересные, вот эти два кодекса, но, к сожалению, нет, эти два кодекса, они тоже... Там по три страницы. Ну, не по три, да, конечно, ну, то есть там краткое описание каждого юнита, у него даже слейд, какие-то небольшие боковые вставочки, но в целом, да, там буквально на странице 15, может, от силы у каждого этого буклетика, и, ну, действительно, очень громкое название кодекса, потому что на кодекса она пишет очень с натяжкой темой. Ну, пока что всё наполнимое, как бы, говорит нам о том, что они назвали две вещи одинаковыми минами, то есть они выпускают сейчас, ну, чуть ли не полноценно, как я понял, настольную игру, Kill Team Rock Trader, с её полем, с её отдельными правилами на это поле, и с уникальными минками, которых ещё не было до этого, которые вы по широкому жесту ГВ можете использовать и в большом сракете. Вот, есть как бы вот этот вот Kill Team, который вышел, ну, отдельно для нас, сракетчиков, то есть берёшь свою армию, отчиняешь с неё кусочки и идёшь на поле играть. Непонятно, непонятно. Странная ситуация. Сама игра, она изначально всё-таки подразумевается как эдакий нарративный, нарративный сапплемент, нарративное дополнение, да, сценарное для Kill Team, а поскольку там у компании идёт вот это вот противостояние, собственно говоря, этой командой Люции и Лэйн против вот этого Вульгжара, да, трижды проклятого. Там эти перипетии сюжетные, да, как вот заражался весь этот корабль, да, как вообще эта чума начала распространяться. Тоже об этом там всё рассказано, описано. Возможно, это такой огромный тизер к будущему Hammer Hall-like игре. Да, который нас ожидает, мы уже слышали, это Black Fortress. Действительно, может быть, оно и не приквел, непосредственно прямой, но так или иначе как-то объединится в будущем в что-то нечто большее. Поскольку, посмотрев на правила, которые там есть в наличии на гейдерпоксов и на команду Роктрейдера, складывается впечатление, что будет дополнение к этим правилам, может быть, какие-то новые модели, может быть, какие-то новые формации или коробки отдельные с юнитами, которые представлены конкретно в этом наборе. Потому что, ну, опять же, кому не приходило в голову, что, господи, вот бы выпустил там отдельную пятёрку вот этих гвардейцев, было бы так классно их собирать, а тут какая-то фигня. Может быть, может быть. Наверняка они не упустят такой сладкий шанс. Да, то же самое можно сказать, в принципе, и о вот этих тварях Нургла, мухах, клещах, вот этой жирности. То, что, в принципе, раньше эти делали сами, ГВ даёт вам в коробке. Ну, в общем, да, да. С одной стороны, конечно, приятно. Набор с точки зрения моделизма такого, да, с точки зрения эстетики, просто офигительный. Реально очень красивый. Блин, но дорогущий. Мне кажется, стоит брать. Ну, вот дорогущий. Стоит брать, если вы точно знаете, для чего он вам конкретно нужен. Потому что просто так вот, типа, заиметь... Это же чистый хобби. Ты берёшь неизвестные доселе миньки, начинаешь к нему отрезать кусочки и совать в свою армию. Выглядеть, не выглядеть, да какая разница. Главное, что круто. Не знаю, я бы взял даже за Синька. А я вот сейчас вот в раздумьях, честно скажу, подумаю о том, брать или не брать, потому что как-то оно, как-то, блин, ценит кашекусарь. Время покажет. Да. Всё, ладно. Переходим далее. Опять, разбор правил, я думаю, будет в каком-то отдельном видео для Саракета. Это там есть, что обсуждать. Вот. Далее. У нас идут уже... Этой, стандартно... Этим воскресеньем выходит Next Week. И тут самые прям вот новости-новости. Внезапнейшее, без объявления войны, ГВ начинает объявлять, что на этой неделе в эту субботу в предзаказ выйдут бесты хаоса. Да. Вот. И тут начинается та самая проблема с Вайдворфом, о которой я вскользь упомянул до этого. Значит, нам показали сентябрьский Вайдворф. В чём же оказия, это интересно. Значит, вышел сентябрьский номер, все его посмотрели уже. В нём, в этом сентябрьском номере, имперский рыцарь. Да. Канис Рекс. Да, Канис Рекс. У него показано, он выходит как раз, да, в приорудер 15-го числа, там, и для всех магазинов 22-го. И вместе с этим выходят, соответственно, сейчас бесты хаоса. То есть они выходят в один и тот же слот, вместе с этим имперским рыцарем, но они находятся в октябрьском номере Вайдворфа, который, собственно говоря, слип, мы видели ранее. Да. И получается, как бы вопрос такой, ГВ, как же так получается, почему? Ну, действительно, неплохой релиз для бестов хаоса, прям, там, с новыми имейниками, в конце концов. И уже, ну, такой потухший, скажем так, релиз Канис Рекса, который запаздывает слегка вместе, так, на 3, на 4. Лежал из, скажем так, продукта. Ну, как-то странно. Как-то они очень торопятся, мне кажется. В общем, если вы собираете и бестов, и рыцарей, готовьте свои кошельки. Про Канис Рекса, конечно, мы уже знаем всю информацию, все его правила мы уже видели в кодексе имперских рыцарей, все его картинки посмотрели, опять там же. И показывали его на OpenDeck. В общем, он уже как бы есть, но его как бы вот на руках еще у людей просто нет. Показали нам цену. Цена действительно точно такая же. Отличается, по-моему, на 1 евро от цены общей коробки рыцарей. И теперь просто, чтобы вы знали, если вы хотите, если вам зачем-то нужен будет рыцарь отдельный в коробке, да, не в ренегатах, то покупайте именно набор вот с Канис Рексом, потому что там теперь 7 вариантов заказчика рыцаря. 6 дефолтных, да, то есть Галант, Крусейдер, Варден, Ранд, Паладин и Галант. А, нет, этот пресептор, новый, да, пресептор. И самый именной канистрекс, который является, собственно, этим пресептором рыцаря. Ну, теперь мы знаем себестоимость одного маленького пластикового человечка, это 1 евро. Видимо, видимо. То есть даже ни одного человечка, там целая рамка, получается, он на одной рамке находится со всем этим. Да, 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 с новым вооружением. Да, там целая, плюс этой рамки, что там целая кабина, то есть вы теперь можете собрать любого вашего рыцаря с кабиной, с рыцарем внутри. Так что не один человечка, а два человечка, один стоящий, один сидящий в кабине. Вот, это, конечно, удобно. И есть у меня какое-то такое подтверждение, что то ли это изначально так планировалось, то ли как-то, ну, в общем, теперь как бы рыцарь выглядит солидно. Потому что есть в нем внутри кабина, и это как-то вот, ну да, вот это уже как-то такой солидный набор. Вот теперь как бы для ваших диорам можно делать рыцарь-лимузин с открытым верхом. Да, ну, как уже говорили, наконец-то... Пимп рыцарь такой, из него канистрекс такой, знаешь, высунулся наполовину. Еееее. Ну что, да? Мое вольство. Вот так. Вот, что, как ты сказал в комментариях, что теперь к санитянам, которые не носят шлемы, присоединились рыцари, которые не закрывают люк своей машиной. Примерно так. Вот, в общем, ну, релиз как релиз. В общем, добавить тут нечего. Да, и потрясающий старт коллектинг бестов просто муа. Не просто старт коллектинг. Это, собственно говоря, волна релиза бестов хаоса, да, то есть звери хаоса получают такое обновление небольшое. Во-первых, они получают новую минику, новый кодекс, новый старт коллектинг. И доступные миниатюры. Да, репак многих старых наборов. Да, да, да. Роговая сняла с производства. Лимитные кубы, соответственно, дата слейд и вся вот эта вот, весь этот фарш. По современным трендам они выпустят книжку и к ней вот эти вот карточки. И, наконец, эндлос спелы новые, о которых мы говорили. О, это да. Горящий бык, горящий горн и дредфлок, или как он так называется. И это хардстоун. Да, собственно говоря, новая миниатюра представляет собой террейн. Это такой центральный кусок террейна, так называемый хардстоун. Камень стада, да, то есть... Которому они поклоняются и получают от него различные бонусы. Да, да, все бонусы. То есть это как бы алтарь жертвоприношений, на котором они вот совершают все свои вот эти магические штуки. И он им за это дает бонусы, соответственно. По словам, опять же, уже ГВ. Он идет как бесплатная часть кармии. Да, да, да. Ну, как террейн идет, который вы можете сами поставить на поле. Ну, если... Я не знаю, может и не изменить, конечно, правила. Но пока что он использует три последних правила в таблице террейна. То есть рядом с ним лучше кастовать и жить рядом с ним гораздо проще. Вольготнее. Ну, что-то вроде лесов для Сильванетта. Да, да, да. Такая вот фишка. Сильванетт без веса, деньги на ветер, и так и будут козлы без камня. Да. Вот. И они вам за козлов-то ответят. Вот. Кроме того, слинишка правила, не то, чтобы слини, но показали, что у них вот у всех три ты. Это будет четыре раздельных фракции, значит, вархерды. Брейхерды. Брейхерды, да. Тандерскорн, по-моему, да? Тандерскорн для ваших драгонограф. Да. И, соответственно, сами монстры хаоса. Это всякие химеры, вот эти вот... Жаберслиты и прочее, прочее. В общем, релиз сочнейший, я считаю. Да, то есть на фоне релизов аоса, когда были, где вот, типа, этих самых, безкло райдерс, которые без новых мини просто дали, типа, репак одной коробке, хотя коробка была хороша. Но, типа, ничего не дали, никаких мини, да? Или, там, серафоны. То есть очевидно, что это релиз, как бы, не такой гигантский, типа, как там у Найтхондов, то есть не мажорный такой, да? Но, несмотря на то, что релиз небольшой, но он прям какой-то вот такой мясной прям. Просто мне непонятно. Без ты Минька была в словечек перезнаменованиях? Не было. Где мои варвары? Ну, может быть, в декабре, как говорят. Ну, просто уже Мунклан затезерили, и все остальное уже вышло. ГВ. Ну, к слову, о Мунклане. Мунклан-то тоже как-то вот с этими перестановками в релизе, да, вот ГВ сейчас сдвигает прям рамки, да? То есть сейчас, по сути, вот Месты, это вроде как в октябрьском Вайдворе находятся, да? И по идее всем казалось, что они выйдут как бы вот где-то вот прям под самый октябрь. А время, скажем так, середина, мягко говоря, сентября. В общем, никто не ждал, они пришли и сорвало нам все наши планы и ожидания. Да. Так что, опять же, вот здесь есть вопрос о кошельках, советую беречь. На неопределенный срок. Кто знает, что еще ГВ может впихнуть там в конце октября, например, да, или в начале ноября. Наверняка что-нибудь впихнет. И наверняка это будет мундклан. Конечно, было бы хорошо, чтобы это был мундклан, потому что как-то уже ожидание такое для гоблинцев. Все хотят, все хотят. Да, уже хайп есть такой на мундклан. Ну, поговорили о новом ООСе, поговорим об лом ООСе. Made to Order. Да, собственно, в эту неделю, по-моему, в эту неделю, у вас еще осталась целая неделя, возможность заказать на сайте Games Workshop одну из 8, по-моему, миниатюрок, в основном Бретонии. Да, и пара героев гномов. Да, пара героев гномов и пара серафона. Да. И к тому же добавили на них правила в героев старого времени. Так что теперь вы можете использовать, скачать PDF-ку и играть этими моделями в OpenPlay режиме. Так называемый компендиум легенды Вархаммера. Вархаммер Леджендс. Опять же, вы знаете, скачать. Там цело, там, по-моему, на 68 страниц уже правил. Да, да. Там очень много всего. Очень много, практически, ну, большинство, во всяком случае, уже героев старого света, там затронута. Даны правила, не даны очки, вы не можете играть в матч-плей этими героями. Но OpenPlay и ActivePlay, у тебя есть проблема. Хотя, собственно, что вам мешало до этого? Наверное, отсутствие профиля. Собственно говоря, такие вот у нас дела на текущий момент. Эта неделя обещает быть интересной. Пойдут фэкшн-фокусы местов. Да. Посмотрим, что им там отвалили. Ожидаем, конечно, октября. Потому что что-то чувствуется, что октябрь начнется уже в сентябре. Такими темпами. Вот. Ну, да. Собственно, вот такие дела. Ну что ж, по поводу октября. Да, а может быть и затянется, кстати. Может, они выпустят этот SpeakFreaks и там уже опять отложат выход кодекса до конца месяца. Или до декабря, как в старых слухах. В общем, вот бомбанет народа. Эта неделя показала, что ГВ ненадежный источник. И всегда может изменить собственные планы. Ну что ж, нам ли от этого говолевать? Мы будем всего лишь играть на хорошем террине красивыми покрашенными миниатюрами. Правильно? Да. Следите, подписывайтесь на Инстаграм. The Station там может следить за тем, что происходит в студии, в принципе. Поэтому не упускайте такую возможность. Вот. Все, с вами был Даня, Андрей. Новости. Увидимся, скорее всего, в следующий понедельник. Вот. Всем счастливо. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok